здравствуйте дамы и господа ваше внимание предлагается наш ежедневный обзор к открытию американской торговой сессии с вами старший трейдер аналитик компании grand capital сергей костенко сегодня агентство фич сообщила то что греции возможно может потребоваться дополнительная помощь от мвф и европейского союза вот такая вот интересная новость и собственно как нам представляется это не случайно потому что долговой кризис как мы уже говорили ранее никуда из еврозоны не ушел он там присутствует он немножко скажем так скрылся за теми мерами которые осуществлял европейский центральный банк покупая долговые бумаги например таких стран как португалия и греция в общем мы видим что похоже этот кризис долговой кризис еврозоне будет продолжаться как долго пока сказать очень сложно и вот на этом фоне сегодня мы видим довольно неплохой рост европейских основных индексов целом европа сегодня растет но в первую очередь как нам представляется это связано с тем что инвесторы очевидно расценили некоторое удешевление европейских бум акции акции европейских компаний и решили в общем то что очевидно неплохо было бы купить их на более низких уровнях больше ничем пока невозможно объяснить тот рост который существует на европейских торговых площадках давайте первого обратим внимание на то что к настоящему моменту происходит на рынке сырья сегодня нефть после вчерашнего снижения начала подрастать и опять же первую очередь это связано с надеждами то что китай не перестанет расти китайская экономика не перестанет расти а значит китай не прекратит покупать сырьевые активы вот на этом на этой собственной теме сегодня и происходит рост нефтяных фьючерсов настоящему моменту нефть марки бренд растет на сорок две сотые процента находится на уровне 96 долларов 99 центов за один баррель американская wti прибавляет 23 сотые процента и находится на уровне 89 долларов и 80 центов естественно конечно же за один баррель на товарном рынке ситуация тоже достаточно неоднозначная контракт на медь прибавляет 46 сотых процента фьючерс на золото снижается на две десятые на серебро снижение составляет 74 сотые процента а что касается золота то золото уже несколько дней корректируется и достигла минимумов последний минимум двухмесячного минимума вообще сложно себе представить что будет с данным активом будет ли он расти или дальше корректироваться вниз на наш взгляд это связано первую очередь с тем что инвесторы переключились золото как некоего такого актива для хеджирования рисков на какие-то другие рискованные но очевидно высокодоходные активы теперь давайте мы поговорим о валютном рынке форекс сегодня ситуация довольно таки спокойная на валютном рынке форекс что касается пары евро доллар то американский доллар практически приостановил свое падение он пара евро доллар не растет и не падает по сути говоря рынки ждут новой статистике новых каких-то данных новой информации которая могла бы помочь инвесторам определиться с направлением к настоящему моменту индекс доллара снижается снижение составляет 32 сотая процента и актив находится на уровне 78 пунктов чуть чуть выше и 70 8 пунктов теперь давайте обратим внимание на собственно то как откроется у нас американская торговая сессия судя по той динамике которую нам показывают фьючерсы на основные американские индексы штаты сегодня откроются в плюсе фьючерс на индекс широкого рынка snp 500 прибавляет пять десятых процента на этом у нас все в дополнение я приглашаю всех желающих на мои индивидуальные курсы обучения торговли на валютном рынке форекс более подробную информацию вы сможете найти на нашем сайте тройной w grandcapital.net а с вами был старший трейдер аналитик компании grandcapital сергей костенко удачи вам и до новых встреч до свидания